Рак – болезнь удобных людей. Не спешите забрасывать меня кирпичами, давайте разбираться. У нас есть две противоположные детские травмы. Первая – когда нам рассказывают родители или значимые взрослые в школе, дома, каким нужно быть, чтобы тебя любили. Послушным – одевать ту кофточку, которую мама хочет. Соблюдать чистоту и порядок. Есть не когда ты хочешь, а когда маме удобно. И вторая травма, противоположная – когда родители говорят, что с тобой что-то не в порядке, что ты думаешь как-то не так, чувствуешь не так, мужчину не того выбрала. И вообще с такими данными тебе в жизни ничего не светит. Знакомо? Что лучше всего для здоровья? Конечно, это не спорт, а следующие четыре пункта. Первый – это стабильное настроение. Исследования общественных организаций показали, что более 90% заболеваний связаны с настроением. Если каждый день ты злишься или дуешься, многие болезни найдут тебя. Все заботы о здоровье бесполезны. Плохое настроение, никакая панацея не поможет твоему здоровью. Второй – умное и малое питание, то есть съедать 7 десятых от сытости. Ведь наше тело не голодное, а переполненное. Нужно питаться сбалансированно. Пусть общее количество пищи невелико, но все виды питательных веществ должны быть съедены. Третий – это сон. Все мы знаем, что время сна, особенно глубокого сна, лучшее время для восстановления нашего тела. Если мы не спим достаточно долго и глубоко, наши мелкие травмы будут накапливаться и станут основой для будущих заболеваний. Четвертое – это беспристрастность. Когда человек беспристрастен, все проблемы кажутся маленькими. Всегда поддерживайте спокойное и поднимающее настроение и подумайте позитивно о всем. Тогда наше умственное и физическое напряжение уменьшится, потому что схема больше, а забот меньше. Субтитры создавал DimaTorzok